Уважаемые коллеги, в современной онкоурологии найдется не так много вопросов, за которым за последние, может быть, чуть более 10 лет настолько изменилось отношение от практически полного отрицания, ну или, по крайней мере, от сдержанного отношения по полноценному признанию этого метода как диагностического, как биопсии опухоли почек. Своё насторожное отношение берёт своё начало 70-х, 80-х годов прошлого века, когда вышло несколько работ, посвящённых биопсии опухоли почек с отражением не столько роли этой манипуляции в диагностике образований как осложнений, возникающих в виде имплантационных метастазов, что, естественно, напугало урологическое сообщество, и испуганность эта продолжалась до начала нынешнего века. В настоящее время работы, которые начались с начала 2000-х годов, показали, что имплантационные метастазы не так уж чисты, в большинстве крупных работ они вообще не встречаются, и на сегодняшний день, в 2015 году, в стандартах современных, касающихся опухоли почек и биопсии при опухоли почек, к биопсии относятся три основные положения. Это активное наблюдение при небольших образованиях, использование перед применением облативной технологии и определение тактики при метастатическом поражении, что и определяет роль этой манипуляции в современной онкоурологии. При небольших образованиях активные наблюдения или применение облативных методик довольно широко применяются в современные в наши дни, и объясняется это тем, что, вот, например, по эпидемиологической статистике в Санкт-Петербурге, около 25 образований, процентов опухолей, впервые выявленных при визите к врачу, относятся к первой стадии. Не меньшая группа характеризуется метастатическим поражением, и около трети пациентов опухоли почек появляются уже на стадии метастатического поражения. Кроме того, биопсия почек при метастатическом поражении в наши дни играет и другую роль. Это оценка биоптатов в плане выявления верификации, не только верификации почечноклеточного рака для назначения системной терапии, но и, как было доложено на недавно закончившейся конгрессе Американской ассоциации урологов, можно определять прогноз при метастатическом поражении по характеру экспрессии тех или иных молекулярных генетических маркеров. Так, например, в работе, представленной из Лели Клиник, было показано, что гиперэкспрессия микро-РНК обладает значительной прогностической информацией, и пациенты с опухолями с наличием этой экспрессии живут намного меньше. В целом, если суммировать эти две крайние, скажем так, группы на начальных стадиях и на стадии метастатического поражения, то получается, что потенциальное применение биопсии опухоли почки можно найти у более чем половины больных. В связи с этим, показания для выполнения биопсии можно разделить на несколько категорий. Это, понятно, исключение непочечной экологической патологии, переход на клеточный рак, лимфомы, метастазы в почку, верификация при нерадикальном подходе, аблация, активное наблюдение или исключение доброкачественного характера образования. Как уже было сказано, выявление доброкачественной природы при лучевых методах диагностики – это не всегда достоверный метод. И третья группа – это верификация для выбора оптимальной системной терапии, как то неодюантной, либо применение системной терапии при нерезиктабельных первичных опухолях. Если взять вторую группу, наиболее быстрорастущую группу, чаще всего в наши дни выявляются опухоли небольших размеров. И, как видно из этих работ, среди всех опухолей почек меньше 4 см, 13% носят доброкачественный характер. Процент этого доброкачественного поражения напрямую зависит от размеров опухоли, имеется обратная корреляция. При размерах опухоли почки меньше 1 см, уже 44% пациентов имеют опухоль доброкачественного характера. Кроме того, от размера зависит и степень дифференцировки, что также имеет большую роль в назначении пациенту такой тактики, как активное наблюдение, например, или аблация. И при анализе почти 20 тысяч пациентов в недавней работе выявлено, что при опухолях меньше 4 см, 84% больных, имеющих локализованную опухоль, имеют высокую степень дифференцировки. Эта опухоль имеет высокую степень дифференцировки. Но, объясняя пациенту, как можно лечить помимо хирургического метода, какие варианты у него существуют, нужно упоминать и эти цифры, что опухолицированная смертность существует даже тогда, когда размер образования очень малый. И опухоль меньше 2 см и меньше 4 см соответственно обладают летальным исходом, могут привести к летальному исходу в 4-6% случаев. И чаще всего это связано с их метастатическим потенциалом. В связи с этим биопсия при этих образованиях необходимы условия перед предложением пациенту тех или иных лечебных манипуляций. Роль биопсии достаточно велика. Достаточно сказать, что она в 16-17% случаев позволила избежать хирургического вмешательства. Чаще всего это, конечно, добыли доброкачественные образования. Ну и в целом влияние на лечение в разных исследованиях было показано примерно в 30-40% случаев. Биопсия у больных с метастатическим характером, метастатическим процессом, также имеет большую роль, как уже было показано. Это достаточно большая группа пациентов. Можно долго спорить о роли циторедуктивной нефректомии. Нужна она или не нужна. Я думаю, это будет показано в следующих докладах. Однако анализировать результаты их выполнения мы можем. Особенно у, например, 166 больных, которым была выполнена эта операция с предшествующей биопсией. При этом совпадение грейда, обратите внимание, было отмечено по результатам биопсии и исследования морфологического материала, окончательного исследования только у третьих пациентов. И, что самое, наверное, важное, саркоматоидный компонент в биопсийном материале в два раза реже присутствовал, чем в операционном материале. Как выполнять биопсию опухоли почки? Это очень важный вопрос. Второй раздел этого доклада напрямую влияющий на результаты и эффективность и целесообразность выполнения биопсии. Естественно, в наши дни без лучевой диагностики не обойтись никуда. При этом ультразвук равноэффективен в наведении компьютерной томографии. Необходимо коаксиальное выполнение. Так это выглядит на схеме, так в реальной жизни. Достаточный размер иглы для выполнения биопсии 18G. Достаточно для получения достаточного по объему материала для исследования последующим. Процедура может выполняться под местной анестезией и может выполняться в амбулаторных условиях. Раньше обсуждалось, что танкоигольная аспирационная биопсия равна эффективно по диагностической ценности стрипан-биопсии. Однако на сегодняшний день показано, что взятие столбика ткани достоверно лучше, достоверно дает больше прогноза, чем выполнение аспирации. И самое, наверное, важное – это то, сколько брать столбиков. В современных стандартах описано, что нужно брать не меньше двух столбиков. Причем столбики должны браться как с периферии, так и с центральной части. Больше того, в последних работах, посвященных роли биопсии в диагностике опухоли и почки, в определении дальнейшей тактики, в них всех используется не меньше четырех столбиков. Два из периферической части, два из центральной части. Так вот, например, в этой работе, где сравнивалась эффективность биопсии, диагностическая ее ценность, у 76 пациентов брался материал из четырех столбиков, и у одного пациента, и у 46, прошу прощения, из одной точки. При этом квадробиопсия не достигла диагностической цели ни в одном случае, точнее, во всех случаях. Ее задача была достигнута, и у 10% она была не достигнута, и когда выполнялась биопсия из одного столбика. Но, что еще более важно, саркоматоидный компонент и чувствительность выявления саркоматоидного компонента была значительно выше, достигала 87% у пациентов, которым выполнялась биопсия из четырех столбиков, в отличие от 25% всего лишь, когда брался только один столбик. Ну, что может отпугивать выполнение биопсии? Это, конечно, все боятся осложнений. Частота осложнений невысока. При соблюдении правил техники она не превышает 1,5-2%. Значимые осложнения grade 3 и выше по шкале клавиен составляют примерно вот такое количество, при этом почти полностью совпадают с значимым кровотечением, когда необходимо какое-то инвазивное вмешательство. Частота осложнений, повторюсь, невысока. Еще одна работа, которая была доложена на Конгрессе Американской Ассоциации, это экономическая эффективность. Если ко всему тому хорошему, что было сказано о биопсии почки, добавить ее экономическую целесообразность, американцы любят и умеют читать деньги. Они разделили всех пациентов на две группы, которым перед началом лечения была проведена биопсия и которым она не проводилась. То выяснилось, что биопсия почки по сравнению с эмпирическим лечением, в большинстве случаев это хирургическая экономит, у одного пациента больше 5000 долларов и квалити ассоциированного качества жизни около двух месяцев. Почему же тогда, если все так выглядит, биопсия почки как диагностическую малипуляцию выполняют нечасто? Есть несколько причин для того, чтобы объяснить насторожные отношения урологов, онкологов к биопсии почки. Это осложнение, мы о них уже говорили, нестандартизированная техника. Наверное, это тоже неправильно, конечно, вопросы есть, но в целом шаги, по которым нужно проводить эту манипуляцию, они описаны. А вот факторы, связанные с гистологической структурой и оценкой обухоли, они, конечно, существуют и довольно значимо. На одном из заседаний Европейской ассоциации урологов через медиаисточник информации «Уроссорс» был проведен опрос онкоурологов, почему они не выполняют биопсию почки. Получены такие варианты ответа из тех, кто не выполняет. Осложнений боятся 18%, нестандартизированная техника 20% и 42% респондентов, это, наверное, наиболее информированная часть аудитории. Бывают это респонденты, которые не видят смысла в биопсии почки в связи с неоднозначностью интерпретации ее результатов. Имеется в виду дифференциальная диагностика между гистотипами, трудная оценка по биопсийному материалу, различие трактовки результатов между исследователями и, конечно же, наверное, самое важное – это внутриопухолевая гетерогенность. Достоверность гистотипа в разных исследованиях при выполнении, подчеркну, одним исследователем, была достигнута в 80-100% случаев, если речь шла о распределении опухоли, которые были подвергнуты биопсии по различной гистологической верификации. В то же время, когда речь шла о степени дифференцировки, достоверность, конечно, составляла намного меньше и составляла в пределах 70%. Было проведено интересное исследование недавнее, при котором 74 опухоли были подвергнуты биопсии, средний размер почти 5 см, брались два центральных, два периферических столбика, и эти результаты были оценены четырьмя морфологами. Эти результаты были доложены на Европейском конгрессе и получили следующие цифры, что при оценке гистотипа совпадение было между четырьмя морфологами и окончательным диагнозом примерно 80%. Однако, если сравнивалась степень дифференцировки, то результаты получались намного хуже. При оценке центральных столбиков они были немного выше и составляли 30-40% и несколько меньше при оценке периферических столбиков. При выполнении первичной биопсии опухоли у 25% пациентов, как было доложено также на Американском конгрессе, при наблюдении за этими пациентами выполнялась повторная биопсия. При этом злокачественный процесс был при выполнении повторной биопсии в таком же количестве процентов, как и при выполнении первичной биопсии. Таким образом, выполнение повторной биопсии нецелесообразно и при невыявлении опухолевой ткани при первичной биопсии необходимо применять какую-то лечебную тактику. Теперь о грустном. То исследование, о котором уже Евгений Наумович упоминал, это исследование, показывающее очень выраженную опухолевую гетерогенность. Настолько выраженную, что возникает вопрос, а может быть, она вообще не нужна в биопсии почки? Ведь если мы делаем вкол, и зная, что в полусантиметре от места вкола может быть совершенно другая опухолевая ткань, и ориентироваться на тот результат, который мы получили, может быть совершенно нецелесообразно, потому что клональность в опухоли почки суперразвитая. Каждый клон потенциально уникален, и анализ в 10 точках, выполненных в этом исследовании, не привел затурации, и в каждом были получены разные клоны. Они отличались не только между собой, они отличались от тех, в которых развились метастазы. Но в настоящий момент сегодня, наверное, биопсия почки имеет другие задачи. Это, прежде всего, верификация опухоли, определение подтипа опухоли, определение степени дифференцировки. Они значительно меньше, чем те, которые оставили исследователи в этой работе. Хотя, конечно, эта работа, она наводит на мысли о том, что роль биопсии, она значительно больше, чем мы ее используем, может быть значительно больше, чем мы используем на сегодняшний день. И она может играть на появление агрессивных форм индолентных опухолей, и определение прогноза лечения по различным молекулярно-генетическим характеристикам. Таким образом, биопсия почки на сегодня – это манипуляция безопасная, эффективная, требующая квалифицированных урологов, онкологов и, конечно же, морфологов. Спасибо за внимание. Аплодисменты. В свои клинические практики мы, конечно, остановимся на лучевых методах диагностики. За исключением каких-то случаев, где мы сомневаемся, где у пациента первичная множественная опухоль, где результаты биопсии не совпадают. Допустим, мы получаем по результату Грейт-1 по Фурману, а у пациента огромное количество метастазов. Ну, такие, в общем-то, не так уж и редко встречающие случаи, но бывают. То есть, ориентируемся в каждой ситуации по-разному, но если все-таки имеется у пациента большая опухоль, низкая степень дифференцировки, то мы биопсию делать нецелесообразно, я думаю. Да, конечно, Олег Борисович, у нас есть собственный материал, но не приставил. Спасибо. Спасибо. Можно я объясню, почему. Потому что вот последние слайды были посвящены именно этому. Внутриопухолевая гетерогенность чрезвычайно выражена, и мы это понимаем, и берем биопсию, ну, например, как перед проведением радиочастотной абляции, которая выполняется в нашем учреждении, или иногда для контроля эффективности радиочастотной абляции, когда после выполнения аблативной технологии опухоль растет, усиленно продолжает накапливать контраст, ну, в таком случае, либо при метастатическом процессе, да, когда пациент неоперабельный, нужно назначить системное лечение, таргетную терапию, тогда тоже мы выполняем биопсию. Ну, это немного таких пациентов, немного неоперабельных, и немного, которые выполняются аблацем.